Всем привет! Ну что ж, друзья мои, сегодня хочу рассказать вам о стройматериалах, об экспериментах, на которые вам не стоит своего времени тратить, ну и вообще, что у нас в жизни происходит. И дома, друзья, у нас вовсе не холодно. Планировала записать приветствие на улице, но там такая музыка у соседей, что заглушает даже мой разговор. Поэтому отправляемся и по ходу посмотрим, что и как. Очень часто в комментариях меня просят рассказать про стройматериалы. Так вот, сегодня я попробую вам объяснить, что за квест купить в Болгарии хорошую строительную доску. Придется сравнить немножко с тем, как происходит это в России. И в России я с покупкой доски знакома сама лично, потому что у меня построена дача. Значит, в Болгарии доска продается тоже кубами, либо поштучно. Длиннее 4 метров я не видела. То, что вы сейчас видите на экране, называется куб доски. Здесь у меня не встретилось разделение по категориям, то есть А, Б, С, Д. И вот куб этот стоил нам 600 лев, плюс 50 лев доставка. И самое удивительное, что в этом кубе попадается доска всевозможного, ну, кроме длины, размера. То есть какие-то доски толще, какие-то доски уже, какие-то шире. И когда такой размер доски, да, вы, во-первых, не можете понять, действительно ли здесь куб, потому что когда доска вся одинаковая, есть даже прописанные таблицы, что, допустим, такого-то размера в кубе 66 там досок или сколько-то. Здесь вы совершенно не поймёте, куб это или нет. Это один момент. Во-вторых, качество доски оставляет желать лучшего. То есть вы вроде бы, когда приезжаете покупать, вам показывают, вот она выглядит так. И на складе же доска сложена, вы, по сути, сильно хорошо и не посмотрите, что там в середине. А когда вам привозят домой, начинают разгружать, и опа, вы видите то, что вы видите, да. И есть и обзол, и доски совершенно разные, и синевая, и всё прочее. Причём древесина очень-очень сырая. И вот эта доска у нас лежит уже месяц, и почему-то она до сих пор не просохла. Безусловно, можно купить доску и лучшего качества, но у ней будет и соответствующая цена. А если вот вам нужен стройматериал на такие вспомогательные работы, вы не готовы платить дорого. Но я считаю, что это тоже немаленькая цена. Вот мне очень интересно, сколько сейчас куб доски стоит в России. Пока ходила вокруг да около, покажу вам сейчас наглядно пример, какие доски встречаются. Вот смотрите, изъедено просто короедом, синего цвета. Но я считаю, это вообще не стройматериал, это всё хлам, который нужно сжечь. Возможно, я заблуждаюсь, напишите мне об этом. Что сейчас происходит у нас в саду? Вчера я сделала на клумбах у входной группы такую планировочку. На этой клумбе и на соседней. Для чего мне это нужно? Отделила я примерно 50 сантиметров, и здесь будет идти такой своего рода цветущий бордюр с волнами цветения. Один цвет сменять будет другой. И ещё я вижу, помимо всего этого, какие цветы вышли за рамки бордюра. Потому что до нас здесь садили, как видите, вот, например, тюльпаны. Мы не знали, конечно, об этом. Их повредили, потому что копали. И навряд ли в этом году они зацветут. Но, по крайней мере, мы все цветы расположим так, как хотим. Вот здесь у меня две гортензии. Я их перенесу вот на бордюр. И вот эти нарциссы, которые вышли за рамки бордюра, тоже переедут туда. Помпасная трава, банан отсюда уберётся. И что я здесь хочу сделать? Значит, вот этот в центре квадрат я засею газонной травой. И потом поставлю, возможно, либо качели, либо какую-то красивую скамеечку. Пока точно неизвестно. Но планирую сделать вот так. Рядом с этими столбами я посажу либо георгины, либо хризантемы. А также у меня куплено два растения киви, которые я посажу вот к тому, к раннему столбу и вот к этому. И хочу, чтобы они заплели вверх и получилось, как зелёная такая крыша. Здесь, на этом участке, значит, в центре будут стоять пальмы и к ним ещё что-то будет досажено. Кое-какие растения. Давайте посмотрим на третью мою клумбу. Тут я отгородила бордюром только вот переднюю часть и уже засадила кое-какими цветами. До идеальности далеко, но давайте расскажу, что у меня здесь. Вот я показываю рукой. Это значит, я думаю, что называется тмин. Это высокое растение, похожее на укроп. В Болгарии, когда солят огурцы, то добавляют листья этого растения. Мне оно нравится тем, что высокое, оно будет очень хорошо сочетаться с пампасной травой. Будет интересно смотреться. Здесь мы посадили магнолию, нам её подарили. Также растёт розмарин. Это вот мне кустик подарила соседка, не знаю, что-то цветущее. Значит, там подальше октябринки. Моя приятельница в Маринке, Элла, презентовала мне розу, уже такую большую. Здесь тоже она мне презентовала гортензию. Чуть дальше виноград. Несмотря на то, что мы весь виноград удалили, мне моя соседка подарила вот этот куст. Я решила попробовать посадить. Не понравится, уберём. И надо, конечно, чтобы на шпалере что-то вилось. Только из-за этого. Про цветочки я могу вам рассказывать долго, а мне на самом деле нужно поработать. Нужно вот эти металлические столбы ошкурить. Как это будет, я не совсем представляю. Также до сих пор мы ещё не определились с цветом. Выбираем между двумя цветами. Почему так происходит? Потому что мы хотим, чтобы присутствовал во дворе, на вот этих металлических конструкциях и на доме только два цвета. Белый и красивый зелёный, если мы найдём. Либо, значит, это будет коричневый классический цвет. Мы хотим на дом поставить на окна деревянные ставни. И вот цвет ставень должен совпадать с цветом, который будет на металле. Металла у нас тут много. Вы, мои дорогие, всё замечаете, подсказываете мне. Но вот сейчас я буду шкурить. Муж только с силами соберётся, чтобы дать мне оборудование. Вот у стола, кстати, такой очень красивый зелёный цвет. Он бы нам подошёл. Поэтому попробуем пошкурить. Если у меня получится, то будем двигаться дальше уже в сторону покраски. Не получится. Будем думать, как это всё удалить. Ну что ж, выдали мне инструмент. Как говорится, с Богом. На шуруповёрт надели вот такую щётку. Попробую сначала ей. Если не получится, то попробую вот таким просто диском счищать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Д nesse момент Субтитры сделал DimaTorzok И нам interessante Субтитры сделал DimaTorzok Дoster unsure DimaTorzok 4 anos Я думав на слой Такой Доктор дег JerryTorzo Субтитры сделал DimaTorzok Дести Дима Pusquim дегресс Утром я должна ознакомить с результатом Держнем exists или нет итак утро следующего дня что же изменилось смотрим ничего не произошло но немножко вот как-то помутнела краска на столбе я думаю что мы с продавцом скорее всего не поняли друг друга раствор этот вероятно работает так если вот в жидкость эту полностью окунуть предмет да и там четыре часа он в ней лежит ну допустим какая-то гайка это домыслила я до женщины мужчины как всегда вы мне напишите в комментариях видите никакой реакции не на столбе с краской не на столбе без краски не сжавчина ничего не произошло поэтому я подумала что этот раствор действует вот так потом еще почитала немножко инструкцию думаю что продавец не совсем представил объем и масштабы того чего я хотела добиться эту цепь я тоже мазала этим средством но она тоже без изменений осталось в общем смотрите я вас предупредила будете вы испытывать или нет уже тут дело ваше а пока далеко не ушла от этого места сразу расскажу предыдущем видео метод который я испытывала да рассказывала вам что вот в этих расщелинах я удалила траву и поливала раствором соль уксус ссылочку на видео оставлю внизу так вот смотрите по прошествии четырех дней раствор этот никак не действует трава буйно прет такое впечатление что ее наоборот подкормили удобрением поэтому вы тоже да аккуратно с таким способом он не действует давайте вместе подумаем чем еще можно кроме химии до удалить вот эту вот траву между плиткой какими способами вы действуете мы сейчас еще до уже ведь следующий день чем занялись купив вот такой утеплитель два сантиметра толщина хотим попробовать да как у нас будет получаться изолировать дом и испытания проведем именно на таком не толстом она двухсантиметровом и вот выход в келью попробуем значит вот так заизолировать если у нас получится мы будем двигаться дальше не будет получаться будем что-то придумывать мы купили еще там два мешка раствора такого в общем вот этот вот утеплитель до пенопласт это два сантиметра упаковка плюс два мешка клея на который он клеится за все вместе заплатили чуть больше 100 лев вот такая картина получается безусловно мы купили такую специальную сетку до которая это все укрепляет и поверху уже будет нанесена фасадная штукатурка если вам понравилось не забудьте поставить автору лайк не забудьте с новички подписаться на мой канал чтобы знать что происходит у нас в сельской местности и до скорой встречи мои дорогие друзья обнимаю вас пока пока пока